Добрый вечер, Владимир Николаевич! Рад вас видеть сегодня в Москве на вашем уроке для юных дарований дзюдо. Но с сегодняшним интервью давайте уж в преддверии Олимпийских игр немножко поговорим об Олимпиаде, которая, будем надеяться, что она случится в Токио. Ваше впечатление, вообще вот, точнее, не ваше впечатление, а вообще вот эта пауза годовая, как вы думаете, насколько она положительно или отрицательно повлияла на вообще саму подготовку или вообще на Олимпийских игр? Спасибо, Рома. Дело в том, что эта пандемия, она как-то вообще любые действия, как бы всегда имеют и положительные, и отрицательные стороны. Поэтому эту пандемию я к ней тоже отношусь, с одной стороны, как бы положительные, с другой стороны, как бы отрицательные. Потому что, например, для тех, кто вес проблемы, там, он мог терпеть, скажем, год назад, там, где ступить, а некоторые сейчас к этой Олимпиаде, то уже проблемы могут быть с весом, потому что все время на проедине, особенно в таких весовых категориях, как 65 килограмм, одно дело, там, года-два гонять, сгонять вес, или сгонять, там, 3 года, 4 года. Когда организм так устроен, это в физиологии, что организм всегда после такой сгонки он всегда чуть-чуть прибавляется. Поэтому, уже, так скажем, парень там весил 65-66 килограмм, то уже в этом году он может это зачитать 70-80, уже, я видел, что для некоторых ребят, которые гоняют в ногу, уже проблемы не было, да? То есть, срок сдвинулся, и уже тяжелее терпел дальше. С другой стороны, например, для меня, например, чем хорошо? Потому что у меня появился почти год работы на технике, и у меня спортсмен попался немножко, ну, сложно, он плохо свалил технику, что у него проблемы были с координацией, он должен... Извините, я вас перебью, это вы имеете в виду, вы сейчас работаете с ребятами... С Таджикистаном, да? С Таджикистаном, вы продолжаете работать с ребятами. Да, да, вот, и поэтому надо много времени вкладывать в него, чтобы его исправить, изменить, вот, и поэтому эта проблеме, она для меня, например, сыграла, можно сказать, положительной роль, потому что я сумел исправить некоторые вещи, не совсем еще, вот, ну, по крайней мере, он уже немножко не тот, который вы говорите. Давай, давай, беги, беги, беги! Было время для совершенствования тактики, техники. Вот я говорю, любое действие всегда имеет положительное и отрицательное качество. Кто-то вот просто чисто психологически настраивался, вот, скажем, на год назад выступить, этот психологический настрой сломался, ему надо перестраивать себя, то есть, ну, я вот так это вижу, считаю, плюс-минус. Вот, как только открылись, так сказать, открылись двери на проведение турниров рейтинговых, да, вы, наверное, все-таки наблюдаете, и какая, вот, 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 на ваш взгляд, на ваш взгляд, вот, кто вот так вот подсдулся, или, не знаю, вот, как вы, ну, как вы сказали, ну, знаете, ну, вот, все-таки год, для кого-то год это плюс, а для кого-то год это минус, понимаете? Вот, на ваш взгляд, среди лидеров есть такие, мировых, я имею в виду, и, ну, честно говоря, я не могу, так, я вот такой статистикой не занимался, кто подсдулся, кто не подсдулся, не слежу за этим, ну, естественно, что, конечно, кто-то потерял. Некоторые спортсмены приедут тренироваться каждый день, там, утром, вечером, и вдруг такая пауза, когда у него там домашние оперировки, без паринга, без ничего, а вот это вот качество, тактильные качества у спортсмена, которые годами нарабатывают это чувство ситуации, чувство, когда надо сделать бросок, вот это вот, оно быстро теряется, оно долго ставится, но очень быстро теряется, поэтому, я бы так сказал, что, наверное, многие мировые лидеры подсдали, например, если сравнивать, там, скажем, чемпионат мира 2019 года, когда все звенели, вот перед Олимпиадой, перед Кокийской, вот, японцы какие-то были, янодорфейцы какие-то были, сейчас, как мне кажется, немножко борьба хуже стала, вот, и всего осталось два мероприятия только, вот, сейчас большой шлем Казани и чемпионат мира, сейчас уже все решают другие задачи, как бы попасть на Олимпиаду, там, уже не думаю, там, над совершенствованной техникой, так, дело в том, что, вообще, вот этот отборочный цикл, вот эти два года перед Олимпиадой, они всегда сложные, там, соревнования, буквально, каждые две недели, а иногда, через неделю, то есть, там, я помню, где-то считал, около 40 мероприятий Олимпийского отбора, это не считая, там, Кубки Азии, Кубки Рот, где еще больше, они тоже дают Олимпийские очки, они очень маленькие, я не знаю, правда, с какой целью они так сделаны, ну, представляете, Кубок Мира, первое место, 100 очков, а Гран-при, 700, на Гран-при человек выиграл одну схватку, Кубки Европы, вы имеете в виду? Ну, Кубки Европы, ну, они, как раньше были, Кубки Мира называются, сейчас они называются континентальные кубки, Кубок Европы, Кубок Азии, там, Кубок Америки, там, или как там, вот, они проводят, там, каждый континент проводят свои соревнования, плюс еще ко всему, вот, и я раньше, например, за счет этого тоже набирал очки, потому что там конкуренция чуть поменьше, но, с другой стороны, Кубок Мира тоже надо выиграть, не меньше, без схваток провести, и ты получаешь максимум 500 очков, и я считаю, это неправильная была система сделана, то есть, Кубки Мира, они просто, как бы, снизили их уровень заинтересованности, уже хорошие мастера тут и они есть, это, как бы, Кубки Мира для наката, вот, там, четвертых, пятых составов, вот так вот, то есть, это, там, борются люди, которых может быть на перспективу, там, где-то, на следующую Олимпиаду, там, или, как разменность, там, проверка, какое-то состояние, но олимпийского отбора этот турнир не решает никак, то есть, их унизили, как бы, вот, понизили в ранге, очень серьезно, раньше, я помню, было, скажем, где-то, кажется, 70 очков, первое место было, да, или, ну, что тоже было, да, кстати, 100, а гран-при был 350, но это как-то сочетаемо, понимаете, а сейчас очень большая разница, я считаю, это очковая система немножко неправильная, или, например, вот, представляете, да, вот, мастер, просто за то, что ты приехал, ты попал в это, первые 36 человек, даже не выиграв ни одной сладки, ты сразу присваиваешься 200 очков в плюсе, да, ну, это тоже не по-спортивному, мне кажется. Так, перейдем от очков. Ну, это олимпийский вопрос, кстати, международный. Ну, олимпийский, да. Интересная тема по поводу командного турнира олимпийского. На ваш взгляд, вообще, хорошая идея? Нет, идея сама по себе хорошая, но, на мой взгляд, как бы, она имеет определенный недостаток. Дело в том, что Международный Олимпийский комитет всегда ограничивает количество участников, олимпиада разрослась, финансово тяжело проводить размещение и прочее, и прочее, там много проблем, которые возникают с большим количеством участников. Поэтому они все время кого-то выгоняют, кого-то заново берут, поэтому они разрешили командное соревнование, сверх нормы, вот, которые мы имели в джиду, но командное соревнование будет проводиться только за счет тех людей, которые отобрались на них. Если бы, например, скажем, были командные соревнования отдельно, вот, просто, вот, завоевала команда, она едет там со своим составом. А здесь получается, что, например, та же сильная грузинская команда в Севдорбоне, она, ну, шансов у нее мало, потому что у них женщин нету. Как они будут бороться? Хотя там сейчас мой друг Георгий Кенадзе занимает женщину, одна девочка неплохая появилась, но все равно они пока еще не выселены на такой высокий уровень. То есть, получается, там будут конкуренты то, японцы, корейцы, например. Ну, кто еще помнит составы? Ну, вообще, монголы, наверное, да? У них и девочки, и мальчики есть. Ну, буквально 4-5 команд, да, там, может, французы, там, то есть, ну, может быть, 5-6 команд, которые, ну, нормально, в хорошем составе. Остальные будут такие, как бы, полусредние, скажем, ребята хорошие команды, девочки. Или, например, может быть, наоборот, будет хорошая женская половина, а юноши нет. А как вы думаете, лучше бы было сделать отдельно женскую команду, отдельно мужскую? Так было бы интереснее? Нет, я думаю, что как раз вот именно для развития джидо, если ты помнишь, когда я работал в честном клубе, я вымпел такой был клуб, я первый проводил соревнования, помню, смешанных. Да, да, да. И девочек, и мальчик в одной команде. У меня и олимпийские чемпионы проезжали, там, и в Грузию. Интересные соревнования были как раз вот в этом. Поэтому я думаю, что как раз вот это помогает развивать, скажем так, женскую половину в других странах. Взять, например, тот же Таджикистан, но у них вообще женская половина талантливая. Хотя народ настолько талантлив, настолько там с детства все дети занимаются борьбой, все мужское население проходит через борьбу. У них столетия вот эта, у них неогуштин развивается. Причем я девочек видел, вот сейчас у них, были праздники на ВРОС, и они проводят себя в разных городах. Вот эта национальная борьба, рома. Какая девочка видел, 10 лет, ну это сказка. Ну вот, это чудо, там, даже смотреть на ребят после него не хочется. Как она борется, как она чувствует приемы. В любую сторону. Ребят там просто всех убивают. То есть есть такие таланты, потрясающие. То есть, вот, просто вот традиции в народе есть, ну вот, как-то, спортивное руководство не занимается родителям женского языка. Хотя вот, я хочу сказать, вот представляешь, в Таджикистане нет денег вообще. Большинство поездок вот мы совершаем за счет родителей, родственников там, ну кто-то может спонсоров найти. Но тем не менее, я хочу обратить, насколько талантлив народ. Вот сейчас на Олимпиаду от Таджикистана попадает уже 99 процентов 4 человека. И 4 человека попадают от Казахстана. Где денег немерено, география огромная, страна в несколько раз больше, чем в Таджикистане, но у них тоже 4 человека. Вот если бы в таких странах, как Таджикистан, там других, обратили внимание на этот вопрос, то страна бы еще лучше показывала результаты в ДИБЕ. Я вот там, как бы, пытаюсь это объяснить, там, до кого-то, но пока не получается. Не знаю, мы по всей видимости, я свой проект с Таджикистаном завершаю. Потому что какой бы я там ни был, сильный тренер, если нету календаря, если нету сборов, выездов, спортсмены не подготовлены. Вернемся сейчас непосредственно к участникам. Хочу спросить у вас, как вы думаете, многим ли олимпийским чемпионам Бразилии удастся подтвердить свой статус мушку? Давайте так, женщин пока не возьмем, возьмем мужчин. Он в 60 утра, нахожу не едет, да? В 66 в Базилию, в 73 будет бороться, да? В 73, Хоман. Он, этот выиграет, я думаю, что он сейчас наголо выше всех. Ну, в спорте тоже всякое бывает. Как мы говорим, с татами скользко, можно подсказать, но, по крайней мере, по потенциалу, по технике, по всему этому уверенности, конечно, наголо выше всех. В 81 Холмурбаев, он-то у нас даже в России сейчас не первый номер, он по рейтингу проигрывает, и Лапинагу, и Кудесову. Ну, у него и борьба пропала. Он борется только одним подхватом, в одной стойке, и его уже все соперники просчитали, и у него борьба не получает. 90-й команд у нас... Не-не-не, Бекер, Бекер был, как всегда, выиграл Олимпиаду. А японец? Японец, а Вольф. Вольф, а, Вольф, да? Да, я не знаю, поставить они, или поставить, я что-то забыл, каменной мукой поставили, или Вольфа. То есть, тоже проблема. 90 килограмм, думаю, вряд ли будет повтор. 100 килограмм, то у нас там Гасимовский боролся. Крапалик был? А, Крапалик. Он перешел. Он ушел в тяж, да, то есть, тоже рисовая категория. В тяжель. Ринер устоит? Ну, я думаю, что Ринер устоит. А то он после проигрыша у себя дома во Франции изменил, он похудел, а то он вышел там, такой толстый, разожжавшийся. Я вот смотрю иногда по интернету, как он работает, тренируется, я думаю, что сейчас пока мало людей, которые могут, ну, своим ростом, своей физической силой, он всех подавляет. Хотя борются, вот я вот помню два момента, вот ты же знаешь, что я всегда сторонник так, я всегда учил спортсменов обыгрывать. Вот, я вспоминаю схватку, вот, скажем, от Мирова с Ринером в 2007 году, перед Мировом правильно боролся, выключал они правую рабочую руку, отключал. И Ринер получал шидок, то есть, вот тогда он уже, вот, получается, по правилам выиграл схватку. И почему-то он остановился, он перестал контролировать захват, и Ринер вот такую жажду сделал, там очень жестко привезли, я не знаю, там даже могла быть травма. Точно так же, там Гриев с ним в Олимпиаде боролся, выключал ему правую ручку, не давал ему брать захват, и все. То есть, физиологию человека надо использовать, как он стоит, как он двигается, как он берет захват. Это как раз вопрос и тактики, где, кстати, всегда увлекаюсь, это мой конец, я у меня отдаю предпочтение к тактике. То есть, я всегда ставлю спортсменам, чтобы они не бились, как пепухи, там, чтобы нести, чтобы они соперники обыгрывали, интеллектом обыгрывали. И еще это, и Егор Сано так ставил вопрос, что в борьбе надо обыгрывать спортсмена, а не ломать его финишку. Сейчас у нас, к сравнению с современным животом, на первое место выходит физическая подготовка, даже не техническая, там, тактическая, а больше физическая. Все увлеклись железом, но я считаю, это неправильно, потому что железо, оно физиологически убивает скорость, оно убивает чувствительность, оно прибавляет веси, вот, приводит к травматизму, потому что физиологически простые, мышцы надуваются, но они сильнее не становятся, понимаете? Я хотел по этому поводу вот такой вопрос вам задать. Я недавно смотрел встречу известного советского тяжелоатлета Юрия Власова. Он был олимпийским чемпионом 60-го года, кажется, в Риме, да? В 64-м он стал вторым, но это старая видеозапись 86-го года в студии Останкина, где он там со зрителями, и он там интересную мысль высказал. Он сказал так, что, то есть 86-й год, он сказал так, что где-то с 67-го года, если до 67-го года еще были, шла работа по методологии тренировочного процесса, то есть тренера думали, как лучше технику, тактику доучить, то после 67-го года, когда американцы открыли стероиды анаболические и восстановительные стероиды, так назовем, то уже вот эта вот методология тренировочного процесса ушла на второй план. Методика и техника. Да, ушли на второй план, стали больше внимания уделять вот этим вот фармакологическим методикам. На ваш взгляд, сегодня актуальна эта проблема фармакологической методики? Нет, ну, понимаешь как, смотря на что-то отнести, что фармакология, скажем, микроэлементы, аминокислоты, когда спортсмен тренируется два, а то и три раза в день, то, конечно, организму надо помогать. То есть это вот как-то, если машина не заправит бензином, она не поедет. Точно так же, если ты будешь усиленно прерываться и не будешь там возвращать в организм микроэлементы, витамины, аминокислоты и так далее, то это приведет к истощению организма и болячками, болезнями и так далее. То есть такая фармакология, она нужна, но фармакология в виде топингов, ну, я не знаю, это повышает работоспособность, это повышает выносливость. Но это же не научит тебя делать правильно заднюю подножку, подхват и прочее. А потом я убедился, например, вот у меня есть методика, там, разрушение захвата, превышение рабочей позиции спортсмена. Как правило, когда у меня спортсмен такую задачу выполняет, через две минуты любой качок допит. Но вы все-таки, получается, вы идете по пути именно методологии преподавания, то есть не через фармакологический метод, да, и вы идете? Я никогда не считал, что фармакология является залогом успеха. Это помощь, даже, я бы, наверное, сказал, там, ну, на втором плане, не на первом. То, что не на первом, это точно, лично для меня. Я не знаю, там, со мной согласятся, не согласятся трениры, там, химики, как их можно назвать, которые пичкают спортсменов там разными препаратами. Нет, я еще раз говорю, препараты определенные нужны, потому что человек тренируется, у него из организма выходят многие микроэлементы, которые надо восстановить после тренировки, там, аминокислоты, там, определенные соли, определенные минералы надо восстанавливать. Это, да, а именно как допинг, ну, я против. Сегодняшние правила в дзюдо не способствуют вот переходу вот такой интеллектуального метода, так сказать, тренировки к более вот такому, ну, как бы, вот, вы скажете, там, допустим, силовому методу. Сегодняшние правила, они не способствуют? Ну, к сожалению, глядя на нашу джиодную страну, многие люди дернулись в эту сторону, качка, качка, качка. Ну, к славу Богу, сейчас многие от этого отказались, потому что поняли, что это тупиковый период, ты теряешь скорость, и там много чего, вся техника ломается за это. Ну, вот взять, например, того же Мишу Пуляева, вот он у меня был курсантом, у меня в университете МВД, да, когда он был студентом, мягкие пластины, мышцы такие были, потом через некоторое время я вот пришел, поздоровался, обнял его. Ну, это скала, стоит вот такой, деревянный человек, а это значит, что уже скорость другая, подвеска другая, то есть, в такую массу уже тяжелее. А у нас борьба сложных координационных спортов, руки туда, ноги туда, корпус туда иногда, в разных полоскостях надо делать какое-то движение, и после железа это сложно. Оно движение становится прямолинейное, ну, как танк, там, прет, сносит там, или поворачивает там, куда-то, а какие-нибудь быстрые перекоды уже у нас не получаются в этом плане. Правила, эти правила, понимаете, правила любые можно адаптировать, конечно, в тренировочном процессе. Вот, благодаря этим правилам, к сожалению, можно вообще выиграть в соревновании, не сделать ни одного броска. Вот у меня ученик, там, камрозный шапперон, выиграл два чемпионата Азии, все-таки это не Ходия, Корея, там, и Японский, как раз, выиграл. Ну, выиграл только за счет захвата, перебил. Не сделал ни одного броска, он их разрушал, ломал, там, сбивал, доставлял ошибаться, и выиграл соревнования, чемпионат Азии, не сделал ни одного броска. Ну, это же абсурд с другой стороны, это просто я адаптировался под эти дела. Вот, ну, про эти новые правила, которые сейчас, ну, я сразу, как только и сделал, я всегда был против, даже просто статистика другая совсем, понимаете. Вот, например, раньше, вот, до 2009 года, в среднем за схватку было два с лишним бросков. Сейчас это статистика около одного. Вот и приходите, вы увидите, в два раза меньше бросков. В два раза меньше бросков. Зритель приходит, а где борьба? Бам-бам-бам, шидо-шидо-шидо выиграл. Зритель ни борьбы ничего не увидел, ни одного беда не увидел. Ну, так вот. Я считаю, что надо возвращать правила с 2009 года и даже многому попростить, потому что они столько накрутили. Так нельзя, так нельзя, захват такой запрещен, это все запрещено. Либо это единоборство, либо это непонятно что. Если мы его хотим отнести к боевым единоборствам, то, что Дегор Кано развивал джидо через полицию, через силовые структуры, что сейчас-то, я знаю, органы начали от нас отказывать, потому что бросков нет. Сейчас боевой самоспочет, и мы мало в почете, потому что она более прикладная. А борьба-то, что? Они сами говорят, а что нам бросить джидо? Вы только одними щедами борьбите, бросков нет. Мы прелищность потеряли. А потом вот есть такие абсурдные вещи на соревнованиях, которые не просто меня в ужас приводят. Вот, например, у меня один-то сутборец, который сражает, потом обоюдно получает под ваш видом. И потом он делает бросок, классный бросок. И потом, раз рассмотрит камеру, у него рука оказалась ниже кое-какой. Небосок, как красивый. И получается, ему дают третье предупреждение. Он проигрывал свадьбу, а соперника вообще ничего не сделает.